Белорусские военные не планируют воевать с украинцами, а если командование отдаст приказ наступать, они просто сдадутся в плен. Об этом заявил пресс-офицер командования сухопутных войск ВСУ Владимир Фитьо. Мы все видим, что украинские вооруженные силы готовы к любому течению событий, и врагу на территории Украины просто нечего делать. Белорусские военные об этом прекрасно знают. Они пытаются связаться с нашими представителями власти и будут предупреждать о том, что в случае вылазки к нам они будут сразу сдаваться в плен, сказал Фитьо. Лукашенко поддержал войну президента Владимира Путина, позволив ему совершать нападение с территории Белоруссии и побудив критиков заклемить его как соучастника преступления и соагрессора. Хотя он столкнулся с ужесточением санкций после жесткого подавления массовых протестов в Беларуси после выборов 2020 года, которые многие осудили как сфальсифицированные. Критики утверждают, что западные страны могут и должны пойти дальше. Лукашенко заслуживает гораздо большего глобального порицания, чем он получил, написал Павел Латушка, ведущий белорусский оппозиционер из Польши. Он может быть пешкой Путина, но он также является крупным игроком в этом шоу ужасов, и западу пора осознать, это и действует соответственно. Оба этих монстра должны быть привлечены к ответственности. Он также хочет, чтобы международное сообщество рассмотрело вопрос о привлечении Лукашенко к любым предъявленным обвинениям в военных преступлениях, отметив, что они также собирают доказательства его жестких репрессий в Беларуси. Западу нужно дать серьезный ответ. Судебное преследование за его прошлые преступления, санкции за его нынешние преступления, говорится в письме Латушка. Все, что меньше, это его игра и игра Путина. Ранее Соединенные Штаты Америки возобновили санкции против Лукашенко, который подвергается там мерам с 2006 года, одновременно ужесточив ограничения в отношении его правительства и экономики страны. Среди них визовые ограничения для десятков лиц, предположительно причастных к подрыву демократии в Беларуси, а также запрет на экспорт предметов роскоши в эту восточноевропейскую страну и другие меры. Между тем, Великобритания в настоящее время имеет 108 физических и 10 юридических лиц из Беларуси под санкциями после расширения своего целевого списка в начале этого месяца. США и Великобритания также намерены приостановить торговый статус наибольшего благоприятствования для России и Беларуси, в то время как Европейский Союз собирается сделать то же самое. Однако меры против Беларуси меркнут по сравнению с действиями, предпринятыми против Москвы, которая столкнулась с беспрецедентными мерами. Соединенные Штаты, Великобритания и ЕС ударили по сотням российских граждан и компаний замораживанием активов и запретом на поездки, а также повышение тарифов на импорт товаров. Вашингтон ввел немедленный запрет на импорт российской нефти и других энергоносителей, в то время как Лондон заявил, что прекратит импорт такой нефти к концу этого года, а Брюссель обдумывает, как сократить свой импорт. Редактор субтитров А.Семкин